Девушки отдыхают Трехлетний племянник губернатора, его тезка Михаил Евдокимов, повесился во дворе своего дома. Через несколько месяцев после гибели Михаила Евдокимова родился его сын Степан. Но рождение малыша разожгло костер войны между бывшими родственниками. Женщина Аня врет безбожного по любому поводу, что родила сына от моего сына. Константин Евдокимов, родной брат знаменитого юмориста, уверен, что внук ему чужой, а невестка обманщица. В свою очередь Анна Фомина, мать ребенка, не понимает, почему дедушка отказывается признавать Степана, который как две капли воды похож на Михаила Евдокимова. Это действительно сын Михаила Евдокимова. Сегодня люди встретятся, чтобы узнать, является ли пятимесячный Степан внуком знаменитого юмориста Михаила Евдокимова, а также какая причина на самом деле сделала когда-то близких людей врагами. Ну я не знаю, как назвать это измена, скорее всего, но я не верю, во всяком случае, что... Я изначально, я поверил в это, то есть мы приняли его, он больше месяца жил у нас, степан. Первый месяц я вообще даже не знал, что он родился. То есть она говорила, что он еще маленький, что она только на седьмом месяце, а потом уже через месяц я узнаю, что она родила его. Анна замужем же еще тогда была, фамилию бывшего мужа. Когда она с вашим сыном встречалась, она, получается, была в браке в официальном с кем? Да. И была в официальном браке, а жила с вашим сыном? Да. Мы купили коляску, комбинезончик там, ну все, что детское нужно, игрушки. То есть оказывали какую-то? Беленки, распашонки. Помощь оказывали? Конечно, обязательно. Ну как? Я посчитал, что он мой внук, все, то есть нормально все вроде. Когда он попал уже к нам, вот тогда и начались непонятки, что она сказала, что она родилась 7-месячным, а по документам он оказался нормально наношенный, то есть 40 недель. С этого момента вы начали сомневаться, что это ваш внук, да? Да. Что сейчас вообще за проблема? Это все проверяется. Она нам сказала, почему мы еще его забрали, то есть и почему он жил больше месяца у нас. Потому что она сказала, что у нее рак. Я думаю, надо помочь человеку, раз тяжелое заболевание. Мы поехали в больницу, а ее там нет. То есть в этом потом сомневаетесь, да? Она прошла обыкновенное обследование, и то есть она находилась, нам звонит, говорит, что я в больнице там лежу, и мне уколы ставят, химиотерапию делают. То есть мы волнуемся там за нее, переживаем, а потом мы узнаем, что она живет дома, ходит на работу спокойно. То есть ребенка вам скинула же. Этот обман начался, то есть мы начали в другие какие-то моменты, спрашивали, и пошла ложь, 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 ложь по любому вопросу, по любому, по любой теме, то есть. У меня эти Евдокимовы уже поперек уроз стоят, хочу уже поставить точку в конце-то концов, чтобы они заткнулись и больше не лезли к нам, да. Дядя Костя думал, что я его нагуляла, что это не Мишин сын. А сомнения у них начались то, что он рыжий родился. Вот, нагуляла, значит. Первый вообще непонятно от кого, я даже не знаю. Потом она вышла замуж за Алексея, и второго родила от Алексея. Ну, а вы об их отношениях до этого знали? Вы общались с ней как-то, да, вот, до рождения? Нет, я ее несколько раз буквально видел. Ну, видели, да? Она не нарисовалась так вот. Смерть сына у меня очень странно произошла. То есть я до сих пор не верю, то есть что он покончил с собой, как сделано заключение. Потому что где-то между 7 и 8 часами вечера мы созванивались с ним. Ну, все, нам хорошо, все, пап, давай, до встречи. То есть а в час ночи мне говорят, что он повесился. Что ты хочешь пожелать своим друзьям? Главное, здоровье, конечно. Нет, мы закончили экзамены, а теперь куда даже поступать будете? Все равно здоровье-то нужно. Все равно здоровье нужно, конечно. Здоровье куда поступать? Не хотим. До этого у него были какие-то вот к суициду? Нет, никогда таких вот. Никогда. Скажите, вот... Я знаю, что Аня сейчас будет утверждать это. Но я могу сказать вам точно все. Кто Аня? И этого никогда не было. Мы решили с тетей Наташей вообще, когда родился Степа, не сообщать ему вообще ничего. Ему не надо было это знать. А потом он просто... Они мне писали. Мы, по-моему, в одноклассниках, да, со Снежаной. Снежана от его имени там писала. А какая Снежана? Ты только... Это его нынешняя гражданская жена. Вот. То есть, Казань Сергеевич ушел от... Они давно разошлись. С 15 июня мы начали жить с Мишей под одной крышей. А до этого времени мы встречались. Я у себя жила, он у своей мамы. А дяди Костя не было. Когда вы начали жить вместе, вы уже беременные были? Да, мы были уже беременны, кстати, на фотографии. А почему не развелись с мужем-то своим? А с мужем мы развелись еще почти уже два с половиной года назад. Год жили нормально, но у нас начались эти разводы частые. Звонит, что... Ну, находит причину, в общем, сама, чтобы поругаться. Вплоть до развода. Раньше как бы было все нормально. Может быть, я не знаю, город ее изменил. Невозможность ей разговаривать, верить ей вообще, что она обманывает часто. Ну, практически постоянно. Ей вообще верить невозможно. Какой-то парень. Я не знаю, кто он, как он вообще. Она говорит, что это ее друг. Ну, пи***ь, садись сюда. Скажи, зачем ты, Леш, зачем ты обманываешь то, что... Присаживайся, да? С***ь, иди сюда, сюда садись. Иди сюда. Боится? Слава, можно так делать? Как вы считаете, вы отец, вот, ребенка Анны, третьего или нет? Я считаю, третьего нет. То есть вы считаете, что вы не отец? Нет. Они рождены в браке, и все. Они на тебе висят, дорогой. Все. Это все. Можно я ответить, как я сделала? В законодательстве. Да, Аня. Поэтому следите за замужными женщинами. Следите за ними. Я ответил. Свидетельствует. Так кто записан как отец? Аня, в свидетельстве на Степу он записан, потому что мы были официально брали. Все, согласно бумаге, все, вопрос решен. Очень благородный человек, который независимо... Была экспертиза, не была экспертиза, он взял этого ребенка, он ухаживал за этим ребенком, он был уверен, что это его внук. И даже сейчас он в глубине души, он и хочет, и надеется, чтобы это был его внук, это его кровиношка. Но ваше поведение, понимаете, именно ваше поведение, я не знаю, легкомысленное поведение или какое оно поведение, именно заставило, чтобы этот человек даже не то, что отказался, а просто сомневался в том, что... А сын ли, внук ли перед ним или кто-то другой... Что стало с Михаилом? Очень ругались. Мы поругались. Так, рассказывайте. Ну а зачем я буду рассказывать? Это уже было, говорю. Что его толкнуло? Аня, вот вы только начали жить, через сколько месяцев он покончил. А возбуждался уголовное дело вообще или нет? По факту субъективности? Неизвестно, я не знаю. Подождите, я не знаю. Не возбуждался? Я не знаю, по-моему. Не знаете? Вас не допрашивают, не допрашивают? Мы вообще не допрашивали ни разу. Она была беременная. Это было в вашем доме, Аня, в вашей квартире? Нет, это было на улице, говорят, да? Да, это где мы снимаем, да, он прям в огороде, на столбе, он повешался. Что было зашло-то? И он вот так в обнимку с этим. Ну вот вы близкие люди, вы должны были поинтересоваться. А как следствие? Вот вы до сих пор не верите в вас. Оппозицию Константина Сергеевича я вообще не понимаю. Я вот, ну как бы, мне наоборот нужно, чтобы что-то хотя бы, или кто-то от сына остался. А у него какое-то другое вот мнение. И я этого мнения я не понимаю. По последним событиям это вообще другой уже человек. Это не мой Костя. Вы посмотрите, мама что сказала? Хотя бы кто? Вот, то есть память какая-то, да? То есть она не хочет верить, что это не ее внук. Послушайте, вы от чувства отца должны понять. У него, у него ушел при трагических обстоятельствах ребенок. Причем ушел в присутствии, так сказать, Ани. Ну неважно, что вы хотите, от этого абстрагироваться? Причем я, Аня, Алексей Леонидович. Прямое значение этой моей, в отношении ко всему, что происходит здесь. Алексей Леонидович, это прямое. Но вы не видите, как Аня. Я считаю, что нужно сделать ДНК в первую очередь. Если не его, вообще нужно думать вообще о ребенке. Где ребенку будет лучше? И кто его принимает? Кто его хочет? Ребенок это ангел, около которого должна быть мать. Мало того, что сына угробил. Теперь от внука открещиваешься. У тебя крыша поехала или что? Чего ты взяла, что я его угробил? Да потому что. Чего ты взяла, что я его угробил? Да потому что. Если бы ты не ушел, нормально было бы все. А не она ли его угробил? Нет, не она. Не она. Понесла ребенка, когда не могла его воспитывать, понесла в семью отца и не понесла в вашу семью. С чем это связано? Ну, во-первых, я теперь живу одна, я работаю, меня содержать некому. Константин Сергеевич мне никак не помогает, хоть он это и говорит всем подряд на правду. Чисто из бытовых проблем, да? Чисто из бытовых проблем, просто мальчика не с кем было бы оставить. А Аня вот как сейчас рассказывала, как она нашла тело вашего сына, ну, знаете, мне трудно подобрать слово, как характеризовать. С улыбочкой он как-то вот там висел. Любящая женщина. Это страшно, понимаете? Аня говорит, что была ссора между ней и вашим сыном, и потом вот после ссоры она его трагически нашла. А вы не допускаете? Вы знаете, могу я сказать сама свои мысли, да? Во-первых, вот мы когда с мужем разошлись, Миша сильно это все переживал. А он человек такой, он как бы наружу все это не выплескивает, а держит вот это все в себе, переваривает. А мы с ним сидели, вместе плакали. Он говорит, мне, говорит, не нравится, как он с тобой поступает. Потому что мы с ним прожили 25 лет. У нас была нормальная, хорошая семья. Мы все как бы вот друг за друга. Появляется Снежанов, вдруг откуда ни возьмись. Тут у него любовь, крышу рвет в конец. И все, он ушел как трус. Не поговорил с детьми, не поговорил со мной. Он не взял никаких вещей вообще с собой. Он ушел как трус, молча. Как же ты как трус, как герой ушел? Какой герой-то? Ни вещей не взял, ничего. Ничего не делил. Нормальные люди. Тем более они взрослые. Вот женщины. Ушел, начал делить вещи плохо. Ушел так, тоже плохо. Что ж такое с вами делать-то? Не может не поклониться, что вещи... Хоть и Наталья говорит, что у нас было все хорошо. Не все было хорошо. Ну это понятно. Не все. И я ушел не просто так. И не из-за того, что я полюбил другую. Я ушел из семьи, от нее. В каком состоянии он нам попал, от нас уехал. То есть это как будто два разных ребенка. Даже врачи отметили это. Когда его привезли, он неделю вообще, то есть он лежал и просто глазами водил. И для меня дико было, что он мне сказал, да что, он все нормально ест, он супы ест. Я говорю, какие супы? Ты ему сколько, в пять месяцев? Три месяца ребенку было, когда мы забрали. Какие супы? Я говорю, Аня, ты мне еще скажи, что ты мясными супами кормишь, и я окончательно просто сознание потеряю. Ребенка забрали, у него постоянно нарушения стула были. Ночью просыпался. И дисбактериоз. Сильнейший дисбактериоз. Какими супами он его кормил, я не знаю. Здравствуйте. Аня, ада. Аня, ади сюда. Аня, ади сюда. Так, девочки. Аня, ты что творишь? Ты что делаешь? Хорош, хорош. Ты что творишь? Аня, иди сядь. Дису документы заберите. Документы дай. Документы сюда дай. Я тебе документы дам. Да сядь. Давай сядь. Ну сколько это? Да ладно, мне не нужна. Документы дай. Ребенка тебе хуй, открой, поняла, уродка. Ты меня обещала уже в тюрьму посадить за то, что я хочу защитить вы... Я тебе хуй, открой, поняла, уродка. Документы заберите, дайте мне документы. Наталья, удейте. Да что вы, ты меня уже навсегда в сторону. Сядь, успокойте тоже. Нежный покой. За вот это пи***е, если ты, б***ь, на каши, поняла, уродка. Такая точно свой бой. Если вы себя так будете вести, вы отсюда поедете в отдел полиции. Вы что делаете? И тогда точно ребенка будет воспитывать. Тогда вас лишат всех детей. Тебе не стыдно? Уродка, б***ь. Не, ну почему она так? Анечка, вас лишат вообще... Таня, мы будем разбираться через милицию. Я приехала защищать права этого ребенка. Это не твой ребенок. Я не с тобой разговариваю, Ань. Чтобы мы к этому ребенку прониклись, я ни на секунду не сомневалась, что это Мишин сын. Что это сын моего, что внук моего мужа. Сначала, когда он мне сообщил, что Миша ему сказал, что Анна беременна, он сидел на кухне, он обхватил голову руками, он рыдал. Мужчина рыдал. Он говорит, ты просто не представляешь, ты не видела, что и как. Я общался с этой женщиной, объяснил мне ситуацию. Ну я сама женщина, я говорю, ну ты не можешь так судить о человеке, не зная ее, что может быть прекрасна девушка. Ну пускай там из деревни, что все. Это не показатель. И то, что двое детей, ничего страшного. Ты сам, седьмой ребенок в вашей многодетной семье. Да, он с отцом разговаривал этот день. Действительно. Ну через несколько часов у них происходят ссоры, не зная, что послужило поводом. Она говорила здесь об этом, что она ругалась с ним, да. Они ругались постоянно, она мне сама же это рассказывала, у нас были очень доверительные отношения. Если экспертиза скажет, что мальчик родной внук. Мы только за. Мы очень надеемся, что хотя бы здесь нет воронья. И вы будете бороться за него? Ну в первую очередь мы приехали бороться за права. Этого малыша, который... Ну и что, что родной? Есть мать, есть законы. Вы так вообще так это взяли? Это что? Есть законы, без матери вы ничего не делаете. Так, предполагаемый отец Вячеслав Фомин, значит Степан, возможно, его ребенок и мать Анна Фомина. И Вячеслав, вероятность отцовства 0%, Вячеслав не отец этого ребенка. Я тебя поздравляю. Поздравляю. Константин Сергеевич и Наталья Алексеевна на 99,99% являются бабушкой и дедушкой Степана Фомина. Будет в любви жить, а не вот в этом. Сядь сюда, там сковородка. Подождите. Можно я скажу? Я очень рада, знаете, я сегодня вот увидела, я очень рада, что этому ребенку, у этого ребенка есть такой хороший дедушка. Спасибо. Спасибо.